Всем мурмямы и звездочки, с вами с тобой я, Алексия, и в этом видео снова лайки новости. И в прошлом видео я вам задавала вопросик, мне рассказывать в наших лайки новостях о еще других разных блогерах, кроме лайкеров. И вы все проголосовали, чтобы я рассказывала еще и о блогерах. И поэтому, ребята, я предлагаю устроить конкурс на лучшее название наших новостей. Обязательно пишите в комменты, как вы хотите, чтобы называлась наша рубрика, и потом я объявлю победителя, и так будет называться наша рубрика. А если тебе интересны новости о разных блогерах, о разных лайкерах, то обязательно тебе надо подписаться на этот канал, потому что на этом канале очень много всего интересного про лайкеров, про блогеров, да и вообще много всего другого. И обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Обязательно поставь этому видео лайкосик и поделитесь этим видео с друзьями. Очень-очень сильно вас люблю. Поехали! Илья Баяков и Полли Буш поженились. Неожиданный поворот. Лиза Стриж беременна? Как прошел концерт и автопати после концерта Кати Адышкиной? Лисичка призналась, что дружит с дебилами. Как отметила свои 5 миллионов Олечка? На прошлой неделе Олечка отметил свой 5 миллиончик подписчиков. И в честь этого она устроила праздничную трансляцию. Но мало кто знает, что было после этой трансляции. Я не знаю, почему сторис выложилась только сейчас, но мы уже взорвали хлопушку. Тут все хлопушки. Мои ноги в хлопушке. Тут полностью все в хлопушке. Отлично! Я такая смотрю на все это. Как я ее оттуда достану? А на следующий день Оля встретилась со своими друзьями-лайкерами. Короче, ребята, мы на Хадынском поле. Можно говорить, что мы на Хадынском поле? Да, это что? Ну ладно. Это трансляция? Нет, это история. И после этой встречи Илья Баяков и Поле Буш уже решили не расставаться никогда. А знаете почему? А потому что Илья Баяков и Поле Буш решили пожениться. Девочки, ну что, мы закончили день рождения вот этого замечательного человека где-то. Он плакал. Да, он успел поплакать. Он успел порадоваться, посмеяться. Вот, день прошел классно. Да, спасибо, кстати, всем, кто... И мы его испачкали, кстати. Ребята, мы с Полиной идем в виртуальный ЗАГС делать... Что мы будем делать? Расписываться. У нас свадьба сейчас будет, ребята. Поздравляйте. Нет, подожди, я знаю. Пройдите в совместную игру, получите свидетельство, получите обрецальные кольца. Кольца закончились, Илья. Блин. Блин. Мы, короче, пришли в ЗАГС, хотим зарегистрировать отношения, но тут закончились кольца. И что делать, Полин? Мы идем в ювелирку покупать кольца. Какую-то штуку. Полин, давай, анбоксинг. А ты сколько хотела? Я хотела два. Это не кольца. Вот, видишь, ребят, вот эта вигровка стоит ниточкой 100 рублей. Это капец. Нас дерут деньги. Полина. Полина может себе позволить. Ниточку купить. Красиво, девочки. Девочки бриллианты. Нежнятенько, маникюр. Ай, красиво. Не могу. С ней поссорились, потому что она потратила деньги на свой талисман, а не на регистрацию нашего брака. И на регистрацию нашего брака денег не осталось. Полин, я от тебя ухожу. Я бросаю тебя. Я ухожу к Данне Бранду. Так, жених. Буш? Да я оплатил свадьбу. Жених. Буш, Илья. А что, нет? Ревеста. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия. А это нормально, что типа... Буякова, как тебе там? Полина. Так. Бегать ли вы в любое сперва? Да, да, да. Нет. Ну, ты голосуй, блин. Сам-то нет. А я нет. Сколько длится ваша... Сколько длится настоящая любовь? А, всю жизнь? Нет, меня зовут Любовь. Всю жизнь. А что вы подумали о своём второй половинке на первом свидании? Женюсь, выйду замуж. Нужно подумать. Эй! Так. Я тебя... Я тебя предупреждала. Да, плюс... Предупреждал. Я тебя... Так, у нас будет один мальчик, один мальчик и шесть девочек. Подожди. Подожди. Давай шесть девочек и... А, это мальчики. Девочки. Маха. Давай, да. А сколько это получается? Двенадцать детей. Девять. Всё, ребят, у нас все дети. Это я, а не МЕС. Вы можете нас поздравить. Мы только что зарегистрировали наш брак в виртуальном ЗАГСе. Полиночка Буйкова и Илья Буш. Мы теперь официально муж и жена. Да. Вот, 20 октября. Поздравляю тебя. И вот кисеньке тоже вообще не скучно. Потому что к ней в гости приехали её друзья. Угадайте, кто? Да, да, да. Вы всё правильно поняли. Мы, между прочим, уже с Мой Сеем идём к лисичке Елене. Не чётко было видно. Повернись, пожалуйста, из камня. Давай. Лисичка. Как так получилось? Что с тобой случилось? Я просто дружусь с дебилами. Добро пожаловать. Скоро новое видео на YouTube-канале. Классненько. Правда, через недельку выйдет. Ой, блин, у меня в носу застряло. В общем, ждём на следующей неделе ролик с тортиком. Интересно, что там было. А вот самое незабываемое впечатление от выходных получила Катя Адышкина. Потому что в эти выходные у Кати Адышкиной прошёл сольный концерт на 2000 зрителей. И это было реально круто. Конечно, была очередь на вход. И фанаты начали собираться ещё за час до концерта. А пока фанаты собирались, Катя, конечно же, наводили красоту. И во время концерта было всё очень-очень красиво. На зрителей сыпался снег. И под куполом зала парила Катя на своих прекрасных хатерях. Это было очень красиво. На концерт, конечно же, были приглашены Катя друзья, блогеры. Об одном из номеров даже выступал парень Кати Сёма вместе с Катей. Кстати, Никита Златоус, бывший парень Кати, тоже был приглашён туда. Это было что-то невероятное. Я уже переоделась в пижаму. Вы чуть позже знаете почему. Концерт закончен. Это нереальный мозг. Это был самый лучший день рождения в моей жизни. Я даже не знаю, что сказать. Боже, ой, нет слов. Но было огромное количество людей. Здесь солд-аут был. Тут все заснули. Почему-то могу пройти? Точно, я боюсь. Как оказалось, что после концерта друзья Катя ей надарили очень много подарков и приготовили сюрприз в виде пижамной вечеринки. Было всё очень весело. Они её поздравляли. И было всё очень весело. Лиза Стриж беременна. Эту новость принесли вы мне, мои подписчики. Но, если честно, я сама не поверила и начала во всём этом разбираться. Оказывается, Лиза действительно выложила компрометирующее видео у себя в лайке, где якобы говорила, что она беременна. Сейчас отвечу. Да, 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 нет. Ну, как настоящая королева хайпа, конечно же, Лиза написала под видео, что ответ на то, что она беременна в инстаграме у неё. И, конечно же, я посмотрела, и оказывается, что она сказала, что она хайповала просто. И на самом-то деле нет, 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 она не беременна. И вообще, ребята, Лизе всего лишь 14 лет. И она не раз говорила, что больше поцелуев у неё со своим парнем Серёжей ничего не было. И я склонна этому верить. Тем более, что у Лизы в эти выходные возникли проблемы посерьёзнее. У неё взломали инстаграм. Меня поздравить, я восстановила инстаграм. Теперь с моей страницы никто не будет просить у вас деньги и выкладывать каких-то котиков. И не спрашивать, вы что, не любите котиков? Я надеюсь, что всё будет хорошо. Я лучший взломщик, потому что он половину моих постов поставил в архив. И у меня будет не нулевой профиль. Ненавижу эту тварь. Теперь понятно, почему лента Лизы почти пустая. И Лиза говорит то, что она подозревает, что взломали её инстаграм именно через фейсбук. Потому что она несколько раз давала доступ к своему фейсбуку посторонним людям. Ну что, ребята, это были все новости на сегодня. И никогда не давайте, никогда никому, я вас умоляю, не давайте никакие доступы, никакие пароли к вашим соцсетям. Всех очень-очень сильно люблю. Всем пока-пока. Все мурмявые звездочки, с вами снова я, Алексия, и моя кошка Джейсика. Да! Всё, пока, Джейс. Субтитры сделал DimaTorzok